Молодежный форум «Наука побеждать» – это не просто собрание креативной молодежи. Это в первую очередь о сохранении исторической памяти. В этом году форум приурочили к году педагога и наставника и 78-й годовщине Великой Победы. Формирование патриотического сознания – духовный ориентир развития современного общества. Об этом в том числе говорил во вступительной речи губернатор Павел Малков, обращаясь к юным патриотам. Очень важно сохранять историческое наследие России и память о наших героях. И вообще уважение к Родине – это то, на чем стоит мир. И то, чем очень сильна наша страна. Вот здесь на площадке форума рождаются новые интересные идеи. Здесь они воплощаются в конкретные проекты. Вы сами разрабатываете, потом защищаете эти проекты. Надеюсь, потом еще и в жизнь их воплощаете. И, конечно, лучшие инициативы, которые здесь родятся, нужно масштабировать. То есть мы в этом году готовимся к нескольким юбилейным датам. У нас 180 лет со дня рождения Скобелева, 100 лет со дня рождения Уткина и 140-летие со дня рождения Александрова. Форум «Наука Побежда» трехдневный. Каждый из дней посвящен отдельной исторической личности. Первый – прославленному русскому генералу Михаилу Скобелеву. Второй – выдающемуся ученому и конструктору, создателю военно-космического щита России Владимиру Уткину. Третий – гениальному композитору, автору гимна СССР, а теперь и современной России Александру Александрову. А еще юные патриоты из разных уголков России здесь разработают собственные патриотические проекты. Об их важности сегодня говорили с экрана и представители молодежного парламента Донбасса. Данный форум направлен на сохранение и расширение знаний молодежи об исторических событиях и призван способствовать формированию патриотического создания нашей страны. Самые ответственные юноши и девушки из рук ветеранов сегодня получили почетные знаки «Юнормейская доблесть». Сам форум продлится до 13 апреля. В следующие два дня будут проведены теоретические и практические занятия по проектной деятельности. Впереди встреча с участниками специальной военной операции и две экскурсии. В Рязанский радиотехнический университет, а также в Захаровский район на родину Александра Александрова. Рязанский радиотехнический университет.